Дорогу осилит идущий. Герою нашего следующего сюжета Степану Эльтерову понадобилось несколько лет, чтобы реализовать свою личную местную инициативу. В течение десятилетия пенсионер самостоятельно строил лесную дорогу. Результат титанического труда на днях оценили глава МРИЛ Александр Евстифеев и наша съемочная группа. Преодолевать большие расстояния пешком или на велосипеде Степану Дмитриевичу не привыкать. Молодецкая выправка, бодрая походка. И не скажешь, что этому мужчине 65. Вот уже как несколько лет живет на два дома в Сернуре и родной деревне Соловьи, которая находится в лесах в нескольких километрах от Куженера. Я приехал в деревню из-за того, что у меня мать тут жила, 88 лет ей. Ее парализовало в 2005 году. И мы, короче говоря, на тачках зимой до трассы торшили. Это мать там, часа, наверное, три торшили. И вот я решил сделать дорогу. Думаю, надо дорогу сделать. Мало еще там бывает, всякой жизни бывает. В некогда богатой деревне, в которой насчитывалось несколько десятков домов, сейчас осталось семь жителей. Строить дорогу приходилось одному. В качестве строительного материала использовался щебень и песок, обломки кирпичей и даже асфальта. В итоге, спустя 10 лет, двухкилометровый лесной участок от трассы до деревни связала дорога, по которой можно проехать и в осеннюю, и весеннюю распучицы. Здравствуйте. Мы приехали с вами познакомиться. Вы в республике легендарная личность. А, не знаю. Я для народа делал, для тебя это показывать. Посмотреть на результаты трудов и лично познакомиться с уникальным человеком приехала глава Мариэл. Ведь редкость, когда в наши дни можно встретить такого энтузиаста, который, вопреки всему, без какой-либо помощи, пусть и медленно, но верно идет к своей цели. Мы деревенцы не помогли делать. Деревенцы сказали, нам ничего не надо говорить. А сейчас с удовольствием пользуются. Ездят у меня, спасают ездят, еще ругаются за то, что дорогу чистят. Добавлю, что строительство дороги далеко не единственное, что и сделал Степан Дмитриевич для своей малой родины. Эльторов с сыном произвел очистку пруда, запустил туда малька, благоустроил родник и не собирается останавливаться на этом. У меня сейчас я хочу пруд там до конца, пруд эскаватор нанимал, пруд чистил, потом я покажу. И хочу, ну, пока живу, здорово есть, пока что-нибудь-то буду делать. Александр Евстифеев поблагодарил Степана Дмитриевича за труды, отметив, что если бы в республике было таких людей больше, то жизнь менялась к лучшему гораздо быстрее. В качестве ответной любезности глава Мариел пригласил пенсионера в Ешкар-Алу в дом правительства. Спасибо, спасибо. До встречи. Мы в первой половине декабря с вами встретимся у нас в здании правительства. Приглашайте свою супругу, повод будет хороший.